Музыка Уважаемые коллеги, председатель думы говорил о ее авторитете, но авторитет можно заработать прежде всего реалистичной политикой. Надо прямо сказать, что сессия начинается в крайне сложных, во многом трагических обстоятельствах. Сегодня, если посмотреть, каждый второй житель страны живет в среднем на 10-15 тысяч рублей в месяц, и эта сумма за год обесценилась вдвое. Цены на рынке просто бушуют. Говядина, сыр, макароны, подсолнечное масло подорожали в этом году на 20-25%. Рыба, крупы, сахар на 40-50%. Эти продукты становятся до третьих граждан страны недоступны. Особенно для пенсионеров и ветеранов. Если посмотреть, как складывается в целом конъюнтура мирового рынка, здесь у нас тоже ситуация просто аховая. За нефть и газ мы за последние 10 лет выручили 2 триллиона долларов, но они не пошли на укрепление экономики, и сегодня это каждый из нас чувствует. Из 600 миллиардов долларов резервов 250 миллиардов уже спалили, стабилизируя рынки, но стало хуже, и это признало правительство. Счетная палата за последние два года проверила, как используют госкорпорации, вложенные в них деньги. 607 миллиардов – это не целевые расходы. Рассовали по карманам и латали разные дыры. Всего 13% пошли на инвестиции и обновления. Отток капитала в прошлом году был 130 миллиардов, в этом уже планировали. Это прогноз правительства 93. В сумме это полный годовой бюджет нашей страны. США за последние годы, чтобы успокоить кризис, влили и напечатали 3 триллиона долларов. На мировые рынки не успокоились. Центральный банк отказался контролировать стабильность курса рубля. В результате ситуация вышла совсем из-под контроля. 17-процентная ставка обвалила все строительные производства. Но хочу вам напомнить 60-90% нашего рынка финансово – это иностранные крупные компании, для которых доступны кредиты. Наш финансовый рынок всего составляет 0,6% от мирового. Мы открыли ворота всем спекулянтам для того, чтобы душил нашу валюту. Что касается финансовых прогнозов господина Уликаева, то это откровенная экономическая дурилка. Поднимайте его прогнозы, ни один не сбылся даже на три недели вперед. Наш вывод довольно жесткий, но считаю принципиальный. Либеральное крыло правительства цинично и талантливо загоняет страну снова в лихие 90-е годы. Но хочу вам напомнить дефолтный 98-й год. Санкции тогда их не было. Благоприятно хлопали по плечу господина Ельцина и его западные покровители, но продолжали душить нашу экономику. Тогда не было и таких внешних долгов. Тогда еще был советский мощный заделы в промышленности и кадровом потенциале. Тогда не было враждебной власти в Киеве и тогда не было воюющих в Донбасс. В сумме ситуация гораздо сложнее, чем тогда. Но тогда еще были живы Примаков и Мысляков. Дай бог здоровья Герасченко. Эти талантливые люди отказались слушаться МВФ и провели прямо противоположную политику, которую диктовал Всемирный банк МВФ. Они спасли тогда страну от полного разгрома, за месяц успокоили финансы, за три подготовили промышленные и другие программы и за год, по сути дела, прибавили в промышленности 24%. Смотрите, что сегодня происходит, и вы все поймете. Выход один. Называется он развитие. Или мы начнем думать, как вкладывать в развитие и в кадры, или ситуация будет только сложнется. В этой связи наша фракция предлагает 10 конкретных пунктов, которые я хотел, чтобы прежде всего рассмотрели мои коллеги и партия власти. Первое. 9,6 триллиона рублей свободных денег, бюджетных денег, которые лежат в основном в банках тех стран, которые объявили нам санкции и продолжают нас душить. Если примем закон о прогрессивном налоге на самых богатых, еще 4-5 триллионов, 15 триллионов, и возьмем оттуда хотя бы 5, мы решим многие проблемы для поддержки реального производства, прежде всего промышленности, сельского хозяйства и вложения в человеческий капитал. Образование. Надо немедленно отменять ЕГЭ. Эта баба ЕГЭ превращает в страну безграмотных людей и неврастенников. Вы посмотрите, что за экзамен сдавали дети в этом году. Всех обыскивают, все выложить, таблицу Менделеева зависеть. Это потрясающий идиотизм, который издевается на всем святым, что было в русском и советском образовании. Здравоохранение. Там сидят вполне профессиональные люди в министерстве, но вы их обрезали по самую крепку. Нет денег на здравоохранение нигде и ни у кого, и продолжают и дальше обрезать. Финансирование здравоохранения надо как минимум удвоить. Оно должно быть доступным каждому. Жилищно-коммунальное хозяйство. Говорят, мы рыночники, либералы, но сами каждый год сдувают цену традиционно на 12-15%. Мы давно вносили, давайте примем решение. Коммуналка не должна превышать 10% семейного дохода. Это будет справедливо. Такой политикой придерживаются многие страны. Капремонт. Только идиоту могла прийти в голову мысль наложить капремонт в качестве налога на пожилых людей, которые прожили в этом доме много лет и заставляют их ремонтировать. Он должен быть немедленно отменен. Если и рассматривать государство, как собственник обязан был отремонтировать и сдать, тогда давайте 85 на 15 примем. Но пожилые люди должны быть полностью освобождены от этого налога. Цены. Цены должны быть регулируемы. Прежде всего, на первые товары и первые необходимости. Для этого вносили мы закон о торговле. Мы готовы ее снова вместе с вами рассмотреть и внести в повестку дня одним из первых. Земельный налог. Скажите, кому пришло в голову накладывать земельный налог на того, кто прожил в доме, оказывается, одна сотка под его домом не является его собственностью. Ко мне пришел на прием человек, который платил одну тысячу. Сейчас ему привезли 15 тысяч за земельный налог. В стране 41 миллион гектаров заросли бурьяном. Но если на Дальнем Востоке даете по гектару, давайте здесь дадим по 50 соток, но заставим обрабатывать землю, чтобы она не гуляла. А у нас в Подмосковье, черт я, сколько земель гуляет. Это вообще цинично и абсолютно безобразно. А последние три решения на сей счет совершенно провокационные, которые подрывают стабильность, о которой заботится президент. Дети войны. Два триллиона банкиров нашли, а 140 миллиардов в год 70-летия победы, 12 миллионов, у кого Гитлер отнял детство, не нашли для того, чтобы была обеспеченная старость. Ко мне приходит ветеран войны, ребенок войны говорит, у меня пенсия 9 тысяч, мне полторы тысячи принесли на налог капремонт, мне плюс 3 тысячи за РКХ, у меня остается 5 тысяч на 30 дней, мне не хватает на одну сосиску, буханку хлеба и булку. Это хуже тюремной нормы. Но кто это придумал? Давайте примем. Неужели сложно поддержать 12 миллионов тех, кто попал в крайне жуткое состояние? Уничтожение продовольствия. Зачем это произошло? Кому это нужно? Отдайте православным, мусульманским общинам, доведут до кого нужно и будут обеспечены. Мы только на Донбасс отправили 41 конвой с продовольствием, медикаментами и помогаем детям в этом году. Тысячу детей отдохнули здесь рядом в Снегрях, блестяще прошел отдых, они всем кланились в поиск, кто им организовал. Ну и политический процесс. Политический процесс не должен идти под флагом очередного Солженицкого колеса. У нас будет 100 лет и февральской революции, когда масоны захватили власть и империю порушили, царя арестовали, вместе с семьей отправили. У нас 100 лет гражданской войны, Великого Октября. Мы должны честно подойти. И выборы, можно было многое решить на этих выборах, но они опять превратились в грязь, особенно в Мариэл, Амурской области, Ростовской и Нижегородской. Мариэл, слушайте внимательно. На Дому и досрочно проголосовали 21%, плюс 2% бюллетеней испортили. 23% отнимите от 49, 50%. Вы поймете, сколько получил местный глава. Поэтому мы предлагаем сформировать комиссию, мы поддерживаем комиссию по Амурской области на такой же ситуации и параллельно еще проверить Нижегородскую область, которая превращается в сплошной криминал. И Ростовская опять показала, что она не может проводить нормальные выборы. Ну и последнее. Выход есть. Не только развитие, но должны быть и люди, способны ее реализовывать. Финансово-экономический и социальный блок правительства абсолютно не справляется. Давайте вместе соберемся. Нужен новый курс и правительство национальных интересов. Тогда можно не бояться очередной волны кризиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова